В книге пророка Исаия 55 говорится Жаждущие, идите все к водам В английской Библии в начале стиха стоит слово «эй», что означает «проснись», «пора вставать», «бодрствуй» И я обращаюсь сегодня к тому, кто жаждет «Пора вставать», «бодрствуй» Если в твоем теле есть болезнь, мы будем молиться сегодня о чуде Я знаю, что когда звучат громкие заявления, мы иногда бываем невнимательны Но сегодня нам нужно сосредоточиться, так как мы пришли сюда на встречу с Богом Можете сказать «аминь» на это? В течение целого дня сегодня в моем сердце горит одно слово И когда я вечером пришел на собрание пробуждения, пастор сказал мне Я думаю, тебе нужно посмотреть видео со служения проповедника Рава в нашей церкви Это было важное событие в пробуждении Я думаю, тебе нужно посмотреть его В общем, перед служением мы просмотрели это видео в одной из комнат наверху Я не мог поверить своим ушам, что сказал Рава Я даже совсем забыл, что он тогда такое сказал Но он сказал такие слова ДНК ДНК Пробуждение Будет распространено во все народы Знаете Никто ведь не знал, что проповедь, которую Бог дал мне сегодня Называется Это в моем ДНК Это в моем ДНК Я хочу обратиться к тебе сегодня Тот, кто смотрит эту проповедь у себя дома И по всему земному шару Не уходи сейчас никуда Тот из вас, кто еще не знает Иисуса Оставайся у экрана и послушай эту проповедь У меня есть слово для тебя, с помощью которого я знаю Бог изменит твою жизнь Это в моем ДНК Неоднократно во времена пробуждения, когда я просыпаюсь утром Бог просто дает мне слово Бог дает мне фразу И когда я проснулся сегодня утром Господь сказал мне Сын мой, что я совершил в этом пробуждении И что я совершаю в каждом пробуждении Находится в ДНК моего народа В послании Галатам 3.16 сказано Но Аврааму даны были обетования и семени его Не сказано и потомкам, как бы о многих Но как об одном И семени твоему, которая есть Христос Я не знаю, может быть, ты находишься сейчас здесь и ты не знаешь Господа Я не знаю, может, ты пришел сюда сегодня и знаешь Бога уже многие годы Но я знаю одну вещь Бог будет проводить работу на этом месте сегодня Его огонь снизойдет и изменит твою жизнь Потому что Он имеет слово, которое хочет передать своему телу, своему народу и всему миру Я прочел обозначение понятия ДНК И вот что оно значит ДНК – самовоспроизводящийся материал, присутствующий в клетках всех живых организмов Он является главной составляющей хромосом А также носителем генетической информации Главная задача ДНК – долгосрочное сохранение информации ДНК часто приравнивают к набору генетических схем Похожих на предписание или код Так как содержит инструкции, необходимые для конструирования компонентов клетки Составные ДНК, несущие генетическую информацию, называются генами Но иные секвенции ДНК имеют структурные цели Или вовлечены в регулирование использования генетической информации Когда Бог дал мне это местописание сегодня Что-то зажглось в моем сердце Когда ты принадлежишь Иисусу Когда Он является Господином твоей жизни Когда ты позволяешь крови и любви Божьей омыть тебя и очистить тебя Ты становишься семенем Христовым Это означает, что в духе я являюсь носителем Божьей ДНК Я являюсь семенем Христовым Когда ты любишь Бога, когда Он Господин твоей жизни Ты становишься семенем всемогущего Бога Семя Христова ДНК Бога Мне нравится, когда человек принимает крещение Духом Святым Он юридически становится носителем и распространителем ДНК Бога Семя Христово делает тебя невероятной личностью Оно делает тебя тем, кем ты никогда и не предполагал быть Когда ты являешься носителем ДНК Божьего Ты всегда будешь выделяться ДНК является определителем личности человека Она определяет, как ты выглядишь Каков твой рост? Высокий ты или низкий? Худощавое у тебя лицо или полное? Голубые у тебя глаза или коричневые? Темнокожий ты или же белый? ДНК официально определяет, кем ты являешься и кто ты такой Вы слышите меня сегодня? Когда кто-то смотрит на тебя, он не видит твою ДНК Единственное, что он может увидеть, это то, как эта ДНК внутри тебя сделала тебя тем, кем ты сегодня являешься Семя Христа ДНК Иисуса Христа Это слово Бог дал мне Он сказал мне в это последнее время В последние дни У меня есть новость для тебя Ты можешь думать, что у тебя еще много времени Но лучше посмотри новости Лучше почитай Слово Божье Мы живем в последнее время в истории человечества То, что происходит сейчас на Среднем Востоке Это исполнение пророчества Божьего Которое он сказал в своем слове Церковь Люди Я обращаюсь сейчас к вам Я не знаю, посещал ли ты когда-нибудь церковь Но то, что происходит в этом мире сегодня Это финальная песня Это конец Это конец Вы двое Посмотрите на меня прямо сейчас Да, вы, посмотрите Это конец Чего вы сидите, посмеивайтесь и шутите Это конец Вы готовы к нему? Вы готовы? Вы готовы? Знаете, многие думают, что они готовы Но они не готовы Есть церкви, где люди пребывают в заблуждении Есть люди в пробуждении прямо сейчас Которые думают, что они готовы Но они не готовы Когда ты думаешь, что ты все это уже слышал И ты уже все получил Лучше знай, что ты на пути все потерять Я хочу сказать тебе, что сатана прямо сейчас работает в церкви Иисуса Христа над тем Чтобы любым способом разрушить ДНК Которое Бог дал своему народу Сатана страстно желает все разрушить Он ненавидит пробуждение Он ненавидит, когда слава Божья высвобождается Когда к человеку приходит понимание Что я победитель во Христе Иисусе Я семя Христова Вау! Аллилуйя! Я хочу сказать тебе, что есть угроза Противостоящая христианской ДНК прямо сейчас в Америке Есть угроза Атакующая церковь прямо сейчас Ее цель ослабить Или каким-то образом видоизменить семя Божье Которое Бог поместил в свой народ Сатана хочет изменить генетическую схему Он хочет поднять поколение Которое ничего не знает о пробуждении Не знает о силе Божьей Которое ничего не слышало о силе крови Иисуса Христа Они поют песни Поднимают к небу руки О силы лишившиеся Я обращаюсь к тебе сегодня Тот, кто знает Христа Тот, кто служит Иисусу Христу Тот любит, когда проповедуется о крови Иисуса Он любит слушать о Пятидесятнице Почему? Потому что это находится в ДНК такого человека Сатана хочет искоренить семя, посаженное Христом То ДНК, которое протекает в теле Христа Сатана хочет подвергнуть мутации и уничтожить Всегда есть христиане, которые противостоят пробуждению Я обращаюсь к тебе сейчас Стою перед тобой Молодой человек Которого призвал Бог И говорю тебе это Когда ты атакуешь то, что от Духа Святого Когда говоришь, что Бог не исцеляет Когда говоришь, что Бог не посылал свой огонь Чтоб мы могли стать свидетелями до краев земли Ты не имеешь ДНК Бога ДНК, которое живет внутри меня, говорит Иди по всему миру и проповедуй 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 В книге Судей, 2 главе, 10 стихе сказано И когда весь народ он и отошел к отцам своим И восстал после них другой род Который не знал Господа и дел его Какие он делал Израилю Тот народ, что восстал после Иисуса Навина Не знал Господа Ты спрашиваешь Почему многие не видят пробуждение Духа Святого? Потому что уже существует поколение Которое не знает ничего о силе Божьей Ты можешь и громче аплодировать Знаешь, если сатана сумеет завладеть церковью Сумеет контролировать проповеди Чтобы со сцены просто говорилось хорошее слово Если он сможет сделать так Чтобы ты приходил в церковь с целью просто попеть хорошие песни Три песни и хватит Нет, нет, не нужно поклоняться Богу Чтоб никто не начал прославлять Его Чтоб никто не загорался для Бога Чтоб никто не верил в Божьи чудеса Чтоб никто не призывал огонь Божий снизойти И поглотить грех, царящий на нашей земле Чтоб никто не молился за больных Она так и не встанет из инвалидной коляски Ведь ты ни разу не возлагал на нее руки Если сатана сможет завладеть тобой Он просто ослабит понятие святости в тебе Пока ты сам вдруг не поверишь Что у тебя есть право делать то, что ты делаешь На самом деле то, что делает сатана Это прямое покушение на ДНК Бога внутри тебя Семя Неискаженное семя Которое Бог вложил в тебя Начинает атаковаться дьяволом Сатана хочет ослабить Видоизменить христианство Прямо здесь, находясь на служениях Тут в Америке Я сидел и слушал проповеди И проблема заключается в том Что если в твоей жизни ты стоишь одной ногой на Слове Божьем А другой на теории гуманизма Если ты проповедуешь частично Божье Слово И частично учение New Age Ты не понимаешь того, что сатана уже пытается разрушить ДНК Евангелия Мы живем во время, когда люди должны слышать правду Есть проповедники, которые проповедуют учения New Age Я говорю тебе сейчас Это не то ДНК Которое вложил в нас Бог Сатана хочет уничтожить все Что несет в себе семя Божье Тебе лучше сейчас узнать об этом Лучше остановиться и определить На чем ты стоишь Выяснить это прямо сейчас Я говорю тебе, что разбавленное, вялое Евангелие Должно быть удалено от нас Почему? Потому что в последние дни Семена Божьи в сыновьях и дочерях Божьих Восстанут в огне Духа Святого Для проповеди Евангелия последнего времени Откуда я знаю это? Это написано в Слове Божьем И это также находится в моей ДНК Ты что, вспотел? Да, а почему бы и нет? Лучше в моей груди будет гореть огонь Чем я буду выглядеть, как закоченилый труп Где-то на заднем ряду в церкви В книге пророка Ниемии мы читаем Как Израиль согрешил против Бога Они стали жениться на чужеземных женах И когда они делали так Они в действительности принимали новую религию И Ниемия сказал И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло Грешите перед Богом нашим Принимая в сожительство чужеземных жен Вам лучше услышать меня сейчас во имя Иисуса Христа Я молюсь, чтобы современная церковь Со всем своим светом Со всем имением своим Во всем своем внешнем облике Я молюсь, чтобы она никогда не вступала в связь с духом этого века Я молюсь, чтобы сыны Божьи Не продавались духу этого века Мы не хотим иметь к этому отношения Не хотим, чтобы Дух Святой пришел и отпустил пленных на свободу Прямо сейчас я обращаюсь к тебе Пробуждение — это моя ДНК Она горит в моем духе В моей груди Божий, злей дух твой И что произошло на самом деле Еврейский язык начал теряться уже в следующем поколении И позвольте мне сказать, что происходит сейчас в Америке И что происходит во всем мире Происходит то, что последнее поколение оставило пробуждение Перестало молиться Отказывается от даров духа в пользу мест, где комфортно Вместо Бога Вместо того, чтобы в присутствии Божьем чувствовать себя комфортно На самом деле происходит то, что мы породили поколение Которое ничего не знает о славе Божьей Ничего Иди сюда Подойди сюда Когда ты наполнен Духом Святым ДНК Бога Действует в твоей жизни Семя Христа У тебя есть что дать Чем поделиться Эта ДНК движется В твоей духовной жизни Но многих из вас Сатана может привести туда Где он ослабил это ДНК И ты не живешь жизнью святости Не живешь в Духе Божьем Всякий христианин Стыдящийся молиться на иных языках И молиться в Духе Святом Нуждается в спасении Прямо сейчас Я не стыжусь Духа Святого Я не стыжусь молиться на иных языках Почему Это оружие моего воинствования Это в моей ДНК Это в моей ДНК В тот час Когда начнут происходить катаклизмы Землетрясения Когда огромные бедствия Придут на землю Я верю В 2011 Вы увидите еще одну большую катастрофу Почему? Потому что она разрушит мир И я скажу тебе Когда это случится Бог начнет производить работу В своей церкви Как говорит Библия Прежде начаться суду С Дома Божьего Новое поколение не говорит об огне Божьем Оно не знает, что значит молиться в Духе Святом Оно не хочет говорить о жертве И не знает, как это положить свою жизнь Положить свою жизнь за Христа Позволь сказать тебе Если ты хочешь увидеть движение Бога в твоей жизни Тебе лучше приготовиться к тому Чтобы пожертвовать своей жизнью Почему? Христос так сделал А ты носитель Его ДНК Я хочу молиться И если кто-то скажет мне Я не хочу ничего слышать о Духе Святом В таком случае Я хочу встать с дерзновением Исполненным Духа Святого И сказать Ему Даже если ты бросишь меня в огонь Что бы ты мне ни сделал Я все равно буду продолжать славить Буду жить Буду продолжать говорить в Духе Святом Это в моей ДНК Многие не знают Когда Иисус пролил свою кровь ДНК Бога Божья ДНК Заплатила цену Чтоб мы могли ходить в свободе Я молюсь, чтобы вы услышали это слово в любви Я обращаюсь к малодушным христианам Всем тем Кто услышав хоть одно неверное слово Соблазняются И уходят из церкви Прекращают служить Богу Сейчас именно то время Когда ты наполняешься присутствием Духа Святого Время совершить покаяние прямо сейчас Бог не сделал ничего, чтобы ранить тебя Но Он сделал все, чтобы спасти тебя Я слаб Но Он сделал меня сильным Его ДНК живет внутри меня Его ДНК говорит, что я буду ходить в свободе во имя Иисуса Его ДНК говорит, что благодаря Его крови Я праведность Божья Аллилуйя Субтитры подогнали Всcus